Уже стало традицией и, вероятно, не безинтересной для телевизионного зрителя знакомство с новыми театральными работами. Можно услышать часто, почему эта работа явилась поводом для телепередачи, а не другая. По каким критериям делается выбор? Думается только по самым главным. Насколько она сегодня волнует пришедших в зрительный зал, будоражит их воображение, остается в памяти, заставляя думать и чувствовать. Возникло желание обратить зрительское внимание на одну из последних работ Томского театра драмы, в основе которой лежит прекрасный поэтический материал. Трансформированный творческой группой театра в поэтический спектакль со своим пластическим и образным решением. Спектакль, бесспорно представляющий интерес для тех, кто любит театр. Главным действующим лицом в этом спектакле, поставленном на малой сцене театра, главным режиссером Юрием Ильиным, является поэзия Саши Черного, большого русского поэта, современника Серебряного века. А заслуженный артист России Владимир Варенцов, со свойственной ему страстностью и умением проникнуть в поэтическую сущность материала, создает на сцене увлекательный лабиринт мыслей и состояний, которые поэт выражает в своих стихах. Повернувшись спиной к обманувшей надежде и беспомощно свесив усталый язык, не раздевшись он спит в европейской одежде и храпит, как больной паровик. Истомила идея бесплодием интрижек, по углам паутины ленивой тоски, на полу вороха неразрезанных книжек и разбитых скрижалей куски. За окном непогода, лютеет и злится, стены прочные, мягок пружинный диван, под осеннюю вьюгу так сладостно спится всем, кто бледный усталостью пьян. Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету, отчего ты так страшно и тупо устал? За несбыточным счастьем гонялся по свету или, может быть, землю пахал? Дрогнул рот, разомкнулись тяжелые вежды, монотонные звуки уныло текут. Брат, брат, одну за другой хоронил я надежды. Брат, от этого больше всего устаю. Были яркие речи и смелых жест, и неполных желаний смешной хоровод. Я, жених, не пришедший прекрасной невесты. Я больной и стомленный урод. Смог, а буря все громче стучала в окошко. Билась мысль, разгораясь и снова таясь. И сказал я, волнуясь, краснея и злясь. Брат, подвинься немножко. В молодости я страшно увлекался поэзией и всеми, кто читал это. И два моих любимых, это Дмитрий Журавлев и Сомов, и, помню, когда они приезжали туда, где я жил, я всегда ходил на их концерты. И это было именно чтецкое исполнение замечательного поэтического материала. А здесь все-таки жанр другой. Это то, о чем я мечтал давно. Как бы создать вот спектакль поэтический, именно спектакль, чтобы все, все зрители в это дело вовлеклись. И, может быть, заинтересовались этим. Потому что недавно я видел передачу замечательную. Михаил Михайлович Казаков говорил, читал и говорил в Ленинграде. И он замечательную фразу сказал. Он сказал, что слово нам дано Богом. Слова это не просто слова, к ним надо относиться очень трепетно. А я еще дальше считаю, что люди, которые могут облечь глубокую умную мысль и чувство вот в эту небольшую форму поэтическую, это божьи люди. Это люди, которые, вот Господь им дал вот это право. Он их наделил этой мукой дикой. И мое, мое отношение к слову, оно тоже должно быть, ну, как бы, только не показаться фальшивым. Понимаешь, когда начинаешь такие вещи, говорят, а, ну да, пусть говорит, там, мы знаем, как они врут за меня. Нет. Мое отношение к слову, оно, ну, другого не вручное. Ну, отрепетное. Молча в теплый лес Мне хотелось трепетно и жадно полететь, взмахнув руками на засну и дрожа, закрыв лицо, запеть, как птица. Когда я взмахнув руками на засну, напрасно не летится. Когда я более тесно соприкоснулся с этим материалом, с этим поэтом, удивительное открытие я для себя сделал. Думаю, ну, почему так? Какой-то момент появился, когда я его, ну, как мне показалось, я очень хорошо стал понимать, чувствовать и понимать. И потом открыл для себя одну замечательную штуку, кажется, которая существует у Саши Черного. Вот мне всегда, в моей жизни, я поэтов вообще называю очень мужественными людьми. Потому что, как это можно, вот я говорю, как можно, вот так вот, все, что у тебя самое сокровенное, самое интимное у тебя здесь, вот здесь находится, ты все это изложил на бумаге и на суд, тысяч, сотен, сотен, миллионов людей это все выдал. И люди читают и понимают, кто ты такой, чем ты живешь, как ты, что ты переживаешь. То есть, все твое самое сокровенное, что мы, как правило, простые люди, никуда это скрываем. Ну, есть какие-то вещи замкнутые, то и другое треть. Ну, что греха-то идет. Все в молодости грешили стишками в молодости. Я как-то грешил, занимался этим рифмоплёстом. И даже, я помню, был у меня один момент, когда я показал некоторую часть своих произведений, если можно так назвать, профессиональным поэтам. Они говорят, давай напечатаем несколько штук. Я не мог на это пойти. Только я представил, что кто-то будет знать про меня все, что я из себя представляю, я не могу. И я считаю, поэт это мужественный человек. Но думаю, что же в нем такого меня, вдруг, меня лично. Вот он, видимо, не мог не выплеснуть вот этого всего, что в нем было, вот этого таланта, могучего совершенно. И выплескал-то самое интимное, самое... Он же ведь, у меня ощущение, что Саша Черный очень ранимый, болезненный человек. Внутренний, как все поэты. Но тут вообще очень ранимый человек. И он, не имея права не выплеснуть этого, он выплескивает это все. И в то же время тут же появляется некая доля такой иронии. Вроде это все и не серьезно. Вроде, да, самоирония, вроде уж и не надо так, как немного отгораживается от этого. И это меня вообще поразило, когда я вдруг это увидел и понял. И я так подумал, какой же он нежный человек. Вот то качество, которое сегодня катастрофически не хватает в людях. Все, что написано у Черного. Сколько десятилетий назад, это все про нас, это все про сегодняшний день. Вот поразительно, как будто ничего не изменилось. Семья Яролаш, а знакомые нытики, смешной карнавал мелюцги. От службы, от дружбы, от прелой политики безмерно устали мозги. Возьмешь ли книжку, гнусь и мразь. Один кота хоронит, другой слюнит, разводит грязь и сладострастно стонет. Петр Великий, Петр Великий, ты один, виновник всех. Но зачем на север дикий понесло тебя на грех восемь месяцев зима. Вместо фиников морожка, холод, слизь, дождь и тьма. Так и тянет из окошка брякнуть вниз, а мастовую разудалой головой. Негодую, негодую, что же дальше, боже мой. Каждый день по ложке керосина пьем отраву тусклых мелочей. Под разврат бессмысленных речей человек тупеет, как скотина. Есть парламент, нет, бог весть, я не знаю. Черти знают, вот тоска. Я знаю, есть. И бессилье гнева есть. Люди ноют, разлагаются, дичают опостылых дней. Несчесть, где наше, милое, близкое, кровное. Где наше свое, бесконечно знакомое. Кучковый, дума, сляха, тьма, морожка. Мой близкий, вас не тянет из окошка, а мастовую прякнуть шалой головой. Ведь тянет, правда? КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подзабыли немного поэзию, да? Не очень-то люди читают много поэтических вещей, а... Нам хотелось бы, чтобы люди как-то втянулись в это дело. И если 100 человек, 10 человек потом и перечитают... Замечательного поэта Саши Чёрного, который, к сожалению, у нас в стране не очень хорошо знают. К сожалению, так получилось исторически. То цель наша достигнута. И я могу сказать, что вот... У нас тут в фойе книги продают. И женщина, которая продает эти книги, подошла и говорит, спасибо вам большое. У меня, говорит, Сашу Чёрного после каждого спектакля раскупают всего. Значит, какая-то цель достигнута в этом. Володя, вот некоторые находят в вашем спектакле некоторую иллюстративность. Как ты относишься вот к подобным высказываниям зрителей? Что интереснее должно быть сидящему в зале? Что его может вовлечь в эту историю? И решили, что вот этот ход как раз и дает возможность ему вовлечься туда. То есть, ну что грех оттает? Допустим, пришли люди, которые не очень-то хорошо знают или любят поэзию, да? Ему же надо помочь немного. Ну да. То есть, вы какую-то действенную линию выстроили. Конечно, конечно. И вот это произошло. И мне кажется, это правильное решение. Мне так кажется, во всяком случае. Саша Чёрный, он поэт ещё драматургический. У него же в каждом стихотворении есть своя отдельная история, которая начинается, продолжается, апогей и заканчивается. Вот в 8-16 строках. Маленькая пьеса. Почему и написано. Театр миниатюр. Там же каждый из стихотворений, это маленькая пьеска. И эту пьесу надо сыграть, не рассказать, а сыграть. И вот это очень интересно у него. Театр миниатюр. Театр миниатюр. Театр миниатюр. Из-за забора вылезла луна и наголо села на пустую крышу. С надеждой, верой и волнением слышу, как закрывают стабуль у окна луна. О томный шорох темных тополей, и спелых груша, наивно детской запах. Любовь сжимает сердце все сильней. И яблони смеются вдоль аллеи смелее. Ты, там, как мышь, притихла в тишине. Но взвискнет дверь балконного проема. Белее и шумя, волнами балохода. Ты проскользнешь, как бабочка, ко мне в огне. Да, дверь поет, дождался, наконец. А, впрочем, хрип и кашель изморкания, И толстых ног чужие очертания Все говорит, что это твой отец. Конец! О, носорог! Он смотрит на луну, Потом скребет живот, бока и поясницу, И придавив до плача половицу, И коттой нарушает тишину. Ну-ну! Потом в туфлях спустился в темный сад, Валей их яблоки опавшие сбирает, Их с чапканьем и хрустом пожирает, И в тьму вбиряет близоруковый взгляд назад. К стволу с отчаянием и гневом я привик, Застыл, молчу, а в сердце кастаньеты. Ты спишь, любимая, конечно, нет ответа, И не уходит медленный старик. Привык, мечтает, гад, Садится на скамью вокруг забор, А на заборе пики уже застряну, И в бессильном крике свою любовь и злобу и залью. Плюю, луна струит серебряную пыль, Светло, прости, во тьме перелезаю твои глаза, Заочно лопызаю и стреском рву штанину, А косты рахи, как мамонт бешеный, Влочился я на мой вокруг луна и кружева каштанов. Будь проклята любовь, ближе отцов, тиранов, кто? Удалит сегодня голод мой, домой! Субтитры подогнал «Симон»! Володенька, если бы перед тобой стоял выбор Сыграть какую-нибудь очень значительную роль на большой сцене Или еще какой-то, сделать один поэтический спектакль на малой. Что бы ты выбрал? Я нисколько не лукаве могу сказать, что я бы выбрал малую сцену. Именно малую, потому что вот она два года практически у нас функционирует, эта сцена. И я получаю колоссальное удовольствие от того, что я там нахожусь. И получаю удовольствие прежде всего от того, Прежде всего от того, что я вообще обозвал это живым кино, живой кинематограф, все спектакли на малой сцене. Потому что зритель, вот он, вот он совсем в полуметре от меня, и его немного. Я чувствую, как мы чувствуем друг друга. И соврать на малой сцене нельзя. И если ты что-то не доработал, не доносишь, он мгновенно это чувствует и уже отторгает тебя. Я вообще малую сцену называю таким экзаменационной площадкой. Я бы вообще каждого артиста пропустил через малую сцену. Тогда мгновенно видно, насколько ты действительно профессионален, насколько ты одарен, насколько ты владеешь ситуацией профессии и владеешь вниманием зрительного зала. Все же очень много зависит от нас. Даже не от драматургии иногда. Даже плохую драматургии можно играть, так сказать, если настолько одарен человек, что зал не оторвется от тебя. И вот я ее, я ее обожаю, эту сцену. Не умеют пить в России. Спиртом что-то разбудив, тянут сиплый вити и патетический мотив о наследственности шведа, о законах естества, о бездарности соседа и о целях божества. Пальцы тискают селедку. Водка капает с усов, и сосед соседям кротко отпускает под лицов. Те дают ему по морде, так как лицу пьяных нет, и летят в одном аккорде люди. Рюмки и обед под столом гудят рыдания. Кто-то пьет чужой ликер, примиренные лапзания, брудершафты, споры, вздор, анекдоты, слава блудья, злая грязь циничных слов. Кто-то плачет о безлюдье, кто-то врет, люблю жидов. Откровенность гнойным бредом густых лещет из души. Людоедль за обедом или просто опаши. Где хмельная мощь момента? В головах угарный шиш. Сутенера от доцента в этот миг не отличишь. Не умеют пить в России под прибой пустых минут, как в злохмаченной вии одиночки молча пьют. Усмехаясь вызывают все легенды прошлых лет и глумясь их растлевают, словно тешись словом нет. В перехваченную глотку задрогаясь и даясь льют безрадостную водку и надежды топчут в грязь, сатанеют равнодушно. Разговаривают с псом, а в душе пестро и скучно. По черте ходит колесом. Цель одна. Скорей напиться, чтоб смотреть угрюмо в пол и устало колотиться головой о мокрый стол. Не умеют пить в России. Ну а как же надо пить? Ах, злохмаченные вии! Точно так же, как любить! Первое, что хочется сказать и надо сказать, безусловно, спектакль получился. Он ужасно интересный спектакль, конечно. И он ужасно оригинальный спектакль получился. Но это при том, что, конечно, ну каждый же судит на свой салтык, а поскольку Саша Черный был поэтом нашей юности, полузапретный поэт нашей юности, вот, еще и моей юности это был полузапретный поэт, то, естественно, он тек к нам тонкими очень ручейками. И, естественно, что у каждого, наверное, очень свой Саша Черный. Вот это как раз та ситуация, когда, ну, чтение художника, видение художника начинается не не со школы, не с хрестоматийных текстов, не с хрестоматийных фраз, которые объясняют, вот здесь то-то, вот здесь то-то. Саша Черный начинался не с этого. Хрестоматийная фраза с Шашей Черным к нам потом пришли. И вот поэтому особенно интересно. Смотришь спектакль и узнаешь или не узнаешь этого самого Сашу Черного-то вообще-то, с которым когда-то понемножечку, понемножечку знакомился. Ну, вот, кажется, по банальной логике Сашу Черного хотелось бы сделать в каком-нибудь 89-м или 90-м году. Когда началась перестройка, когда снова прозвучали все те самые слова, которые так часто употреблял Саша Черный в своих стихах, вот вроде тогда на сломе. Саша Черный становится страшно актуален там, и вот давайте. К вам он пришел, ну, десяткам лет, в общем, позже. Но вам вдруг захотелось его сделать. Это совершенно потрясающий поэт, совершенно замечательный сатирик, совершенно замечательный язык, образность, метафора. Есть абсолютно все. Просто среди того количества драгоценных бриллиантов, которые есть, они невольно его оттеснили назад много незаслуженной. Я не говорю о социальном, как бы, срезе его жизни, когда его просто боялись, ненавидели, прятали, пугали и прочее, прочее им. Когда он был одиозен, когда он был ненавистен. Он ненавистен, опять же, правдой, которую, не скрывая, говорил. Мне кажется, что актуальность Саши Черного в 89-м году и в сегодняшнем абсолютно однозначно. Потому что он говорит о вещах, которые будут актуальны всегда, еще через 25 лет. Вся работа над спектаклем, это все равно какой-то удивительно положительный момент совпадений. Да? Ну да. Совпала ситуация поэта, совпала музыкальная структура, когда тоже ведь это... И все вроде случайно возникало. Потому что музыка была и другая, и решение было в спектакле совершенно другое. И потом, когда пришли к этому решению, Юрий Александрович говорит, спокойно, спокойно, давай поживем, поночуем с этим дня три. с этим решением, потому что вроде как-то несколько оно необычное. И мы когда делали, как мы же говорили, я говорил, Юрий Александрович, тут два момента. Или нас и забьют за этот спектакль, или наоборот, середины здесь не будет. Вот. И все совпало. И совпало то, что вот у нас и с пластикой появился человек, который, Саша Постников, который помог. Вот сейчас я могу точно сказать, что он нами рожден. Рожден. Как ребенок рожден женщин. Да. Видите, задача была непростая, потому что хотелось поставить, как бы, занимаясь поэтическим театром, так называемым, захотелось поставить его через игровую призму театра. Именно через это. Я, в общем, такого особого протеста не слышу. Как бы от Саши Черного не слышу. Да. Такого, что как бы мы двигаемся поперек. Мне кажется, что что этот ход верный. Я не знаю, насколько убедительно для вас это прозвучало сегодня, как для зрителя. Вот. Но мне кажется, что такой игровой, через призму такого театра, средствами, таких средств выразительности, мне кажется, что мы помогли и Саше, и себе. Он просто насквозь театральный поэт. Он рисует всю картинку стихотворения обязательно. Он в этом отношении скрупулезе, иногда даже чересчур, на мой взгляд, он старается воссоздать вот некий образ зримый. Закроешь глаза, откроешь глаза. Вот только сизый сон теней, только дров, ряды немые, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Он работает в цвете, он пластику, собственно говоря, подсказывает. Поэтому, мне кажется, и это тоже совершенно было очевидно. Умный слушал терпеливо излияние дурака. Не затем лишь жизнь тосклива и бесцветна, и дика, что вокруг, в конце концов, слишком много дураков. И скрывая желчный смех, умный думал свирепея. Он считает только тех, кто его еще глупее. Слишком много для него, ну а мне-то каково? Дурак рассматривал картину. Лиловый бык лизал моржа. Дурак пригнулся, сделал мину и начал живопись свежа. Идея слишком символична, но стилизована прилично. Бедняк скрывал сильней всего, что он не понял ничего. Волк как-то драл с барана шкуру. Баран, конечно, верещал. Озлился волк, что воешь с дуру. Нахал! Тебя деру, тебе ж во благо. Без шкуры легче. Тесно в ней. Я эту тему на бумаге могу развить тебе ясней. Бедняк баран почти покойник, в ответ заблеял чуть дыша. Прошу вас, господин разбойник, пусть ваша тема хороша, но ваша справедливость волчья. Сейчас едва ли мне по плечу. Ой-ой-ой, дерите лучше молча. Я тоже скоро замолчу. Когда-то волки просто драли. Без объяснения причин. Для умных женщин и мужчин другой ненадобна мораль. Вот жанр спектакля. Извините за неприличное слово, потому что слово-то, конечно, затасканное до неприличности просто. Но вот какие вещи. Вот, скажем, идет зритель на спектакль по Саше Черному. Он ждет. Он может ждать, вернее. Или он может ждать, что ему дадут некий, историко-культурно выверенный образ Пэта, где все пропорционально будет представлено. Вот это, вот это, ну и немножко вот этого. Потому что вот этого было все-таки немножко, а этого было множко, допустим. Это одна сторона. Другая сторона, к чему привык современный зритель, уже, наверное, даже не с 70-х годов, а раньше, со времен Таганки, скажем, или хэппингов на Западе, он ждет, что Пэта сейчас изо всех сил развернут к сегодняшнему дню, к эпохе. Его начнут читать, ну, сквозь призму газетную какую-то. То есть, вот, классический портрет Саши Черного или наш Саша Черный. Саша Черный, как он звучит сегодня. Тем более, что у него есть такие слова, как дума, пьянство российское вечно, перестройка, гласность. И даже фамилии некоторые удивительным образом совпадают, которые звучали тогда и сейчас там и прочее, да. Вот вроде как. Но зритель приходит к вам на спектакль, он обнаруживает, что ни того, ни другого в чистом виде он не находит. Что он находит? Он находит то, что называется мой Саша Черный. То есть, очевидно, совершенно, что это авторская ваша версия Саши Черного. Выбрали из него то, что вы полюбили. И тут интересно только насчет этого, вот, что спросить, наверное. Мой Саша Черный. Насколько он мой Саша Черный для Юрия Александровича? И насколько он мой Саша Черный для Владимира Васильевича Варенцова? Если у нашей профессии у Юрия Александровича будет свой Саша Черный, а у меня свой, у нас ничего не получится. Конечно. Мы никогда не договоримся, потому что необходим общий знаменатель для того, чтобы возникло единство решения. И как бы чистота средств выразительности именно этим. То, что мы беседовали, на этом много говорили, и опять же, цепь случайных совпадений. Опять же совпало, что Саша Черный, Юрия Александровича Ильина, и Саша Черный, и мой, каким-то образом на одной платформе. Мы спорили по некоторым, так сказать, концепциям внутри стиха. И то не во всех. Буквально несколько стихотворений. Буквально одно или два. Даже внутренние концепции совпадало. Вот сразу обращаешь внимание на то, что весь музыкальный ряд спектакля, вся линия музыкального спектакля, в сущности, она хронизм. И, видимо, сознательный на хронизм. По сути дела, спектакль не прозвучала ни одной мелодики, ни кусочечка, ну, скажем, ни из песен Вертинского, ни из шантанных песенок той эпохи, ни петрушки Стармейского, ни чего-нибудь еще, что тогда. Совершенно справедливо. Вот что за этим стоит? Процесс работы начался с музыкального ряда. То есть вот это произведение нам необходимо. Мы понимали это интуитивно, может быть, не подкрепляя это жесткой, абсолютно логикой. И дальше, останавливаясь на этом произведении, мы начинали его работать, что называется. Потому что переслушано было безумное количество музыки. И когда мы оба соглашались, что вот эта музыкальная прокладка, оно становится решением, как бы частью решения этого куска, тогда началась работа дальше. Тогда уже, как бы, придумываться стал пластический ход и прочее, 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 прочее. То есть, вот, наверное, лакмусовой бумажкой на предмет того, совпадаем мы в ощущениях того или иного стиха, все-таки был музыкальный ряд больше. Да, наверное. Я похож на родильницу, я готов скрежетать. Проклинаю чернильницу, чернильнице мать. Падлы дымом злохмачен, отупел, как овца, ах! Все рифмы истратчены до конца. Отупел, как овца, до конца. В стихах, как жеребенок ржал. Паралич спинного мозга, врешь, не сдамся. Пень, мигрень, пебель, стебель, розга мозга, юбка, губка, тень, тюлень. Рифму, рифму, иссякаю, к рифме телу сам найду. Ногти в бешенстве кусаю и в бессильном трансе жду. И сяк, что будет с моей популярностью, и сяк, что будет с моим кошельком, назовет меня пинской дешевой бездарностью, а вакс колошен дырявым горшком. Нет, не сдамся. Папа, мама. Тратва, жатва, кровь, любовь. Драма, рама, панорама. Бровь, свекровь, морковь. Носки. Мне, конечно, показалось, но, думаю, что даже и не мне, а и совсем, может быть, даже не искушенному какую-нибудь политехнику студенту, наверное, сразу бросилось в глаза, что Саша Черный выступает в значительной степени в спектакле с лирической своей стороны. Безусловно, акцентировали и вывели на передний ряд спектакля, во всяком случае, на уровне текста, Сашу Черного, лирика, достаточно сентиментального иногда человека, человека, который, в принципе, умеет находить и позитив в жизни, и умеет, так сказать, не стыдиться некоторой чистой эмоции. В то же время, в пластике, во всем том, что ставил Александр Федорович, в пластике присутствовал исключительно гротесковый ряд. То есть, это сознательная, конечно, была установка в спектакле, да? Ну, конечно. Это же нам необходимо было создать ощущение, ведь торт собирается из коржей, понимаете, да? Мы же видим и слышим картинку в целом. Мы видим стих, видим пластику, слышим слово, слышим музыкальный ряд. Из этого должно собраться некое ощущение того объема торта, который мы уже врубуем. Потому что, либо это сплошная иллюстрация, либо тогда должна быть, либо это еще какой-то другой ход. Нам как раз хотелось собрать толщину из количества коржей. А дело в том, что, по-моему, сама суть-то стихотворений, она не то, что дает право, а толкает на этот ход. Потому что нигде же нет вот такой чисто, стопроцентной сливочной лирики. Нет, конечно. Нет. И у него везде обязательно заприсутствует в этом нечто такое. Ну, ладно, ребята, вроде как. Я так немного пошутил. И как тут смотрят. Вот как замечательно. Весна, весна, любовь, все замечательно. Но вот кактус этот, понимаешь, зеленый шум, я поражен, как много дум наводит. Вот смотри, как он делает. Это самое. Деревья ждут. Гниет вода. Гниет. Все. Это уже вот сама по себе ситуация. То есть он говорит, да, пожалуйста, я вот лирик, замечательный, но при этом вроде как... Но это уникальное умение. Через строчку, через строчку нивелировать только что созданное. Это очень редко. Это, кстати... Поэтому это и толкает вот на такой вот ход. Субтитры создавал DimaTorzok. Вчера мой кот взглянул на календарь, и хвост трубою поднял моментально, потом подрял на лестницу, как встарь, и завопил. Тепло невыкханально, гражданский враг, беседний враг, спешите кости на чердак, и кактус мой. Вот чудо из чудес, залитый чаем и кофейной гущей, как новый лазер, взял, да и воскрес, и с каждым днем, прет из земли все пуще. Зеленый шум я поражен, как много дум наводит он. Уже споняли смерзшуюся грязь, ругаясь, колдует дворки, и уже забрел ко мне сегодня князь, взял теплые шарты, лыжи беговые. Весна, весна, пою как бард, несите земли хлам в ломбард. Сияет солнышко, ей копу, ничего, весеннее лазурь спугнул дым и копоть, мороз уже не щиплет никого, но многим нечего, как и зимою лопать. Деревья ждут, гниет вода, и пьяных больше, чем всегда, создатель мой. Спасибо за весну, я думал, что она не возвратится, но дай сбежать в лесную тишину. От злобы дня, холеры из столицы, весенний ветер за дверьми, в кого влюбиться, чёрт возьми. КОНЕЦ Иди, кис, сними же шляпку, распусти свою косу, я возьму тебя в окапку, на кушетку унесу, лжот Кузьмина, лжот Камецкий, Арцебаш, это моё мунд, чистый нежный взгляд твой женский, как апрельский горизонт, демон страсти спрятал рожки, я вижу в твои уста, глажу маленькие ножки, но любовь моя чиста, если всё же, что случится в этом деле, кто пророк, пусть мой котик не стыдится и не смотрит в потолок, об одном прошу немало, со слезами на глазах не описывай финала, ни в рассказе, ни в стихах. Вот интересно, ну какой-нибудь Козьма Прутков, например, Саша Чёрный же много говорит чужую речь, некого обывателя, даже когда поёт весну, клакающих лягушек и котов, но, наверное, мы всё-таки не поверим, что он остается и склятся эмоционально, там, интеллектуально со своим героем, да? Ну вот Козьма Прутков, он далеко, вот видно, что сидели, пыхтили три человека, сочиняли Козьму Пруткова и выдали там, на расстоянии от себя, это расстояние чувствуешь в тексте всё время, Стёп явный, а Саша Чёрный, похоже, Маскова где-то очень рядом со своим собственным лицом, и выглядывает из-за неё, и закрывается, да? Вот, в принципе, наверное... Да, вот абсолютно точно, потому что, да, это Масков, нате, посмотрите. Для меня он невероятно деликатный поэт, ведь, заметьте, абсолютно, даже когда читаете просто Сашу Чёрного, он, натыкаясь на какую-то удивительную совершенно мысль, которая, которая как точно попадает в десятку, но ведь он знает так удивительно точно меру, он никогда не перегружает, он, наоборот, нивелирует, он предлагает дальше, как бы, с ощущением хорошего голода выходить из-за стола, то же самое здесь, он не перекармливает, не заставляет, там, чего-то впадать в смурь, в какой-то, в скотский серьёз таким совершенно, каким-то внутренним этим делом, он, наоборот, он помогает разобраться, он заставляет продолжить самому, вот это ощущение удивительное совершенно, деликатность поэта невероятна. Помнишь, давным-давно, когда у нас возникали поэтические вечера ещё в старом здании театра, поэтические вечера, когда все приходили, и люди из зала вставали, сами читали свои любимые, и пятые, и десятые, и уходили с каким-то удивительным настроением все. Потом вот это время пошло в наше безобразное, куда-то всё ушло. Но вот сейчас, как мне, как нам кажется, есть эта возможность снова людей повернуть лицом к замечательным, божественным словам. Вот посмотрите, какая интересная вещь получается. Она даже в двух смыслах интересная вещь получается. Во-первых, у нас в Томском театре драмы теперь есть некий нескончаемый цикл. Идёт великая цепочка поэтов, идёт и идёт, числа им не будет. И хочется только сказать, заложивши эту традицию, Бога ради, не прерывайте её. Нет. Это великая традиция, которой, может быть, нет ни в одном театре сейчас у нас в России. А если есть, то, может быть, совсем в немногих театрах. Это и большая дерзость, и это, ну просто, это и замечательно просто во всех отношениях. Это и большой подвиг. И вторая сторона этого получается, что так вот, нанизывая на актёра, солиста, как на стержень спектакль, вы, собственно говоря, новаторы. Потому что вы создаёте совершенно новую форму спектакля. Достаточно уникальную форму спектакля. У вас своя память этой формы и так далее. Тоже замечательно. Просто здорово. Благодарю тебе, создатель, что я в житейской кутерьме ни депутаты, ни издатель и не сижу ещё в тюрьме. Благодарю тебя, могучий, что мне не вырвали язык, что я, как нищий, не верю в случай и к всякой мерзости привык. Благодарю тебя, единый, что в третью дому я не взят. От всей души с блаженной миной благодарю тебя сто крат. Благодарю тебя, о боже, что смертный час гроза глупцов из разлагающейся кожи исторгнет дух в конце концов. И вот тогда молю беззвучно, дай мне исчезнуть в чёрной мгле. В раю мне будет очень скучно, а ад я видел на земле. Благодарю тебя, Субтитры создавал DimaTorzok